Их стало слишком много. На выборы в этом году зарегистрировано рекордное количество кандидатов. Почему они рвутся в политику? Разберемся. Об этом я не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите Давича в студии Екатерина Зубарева. Здравствуйте. Взрослых рядом не было, спасти не удалось. Вятке утонул 14-летний подросток. Его тело до сих пор не нашли. Долгожданное новоселье уже в этом году. В Кирове завершается строительство домов для переселенцев из аварийного жилья. В Кирове планируют построить новую школу, где она появится и в какие сроки. В благодарность за спасение тысяч жизней в Кирове откроют памятник врачам, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусом. Художники со всей России в Кирове открылся масштабный арт-проект «Воснецовский август». 14-летний мальчик утонул в Вятке на окраине Слободского. Об этом рассказали в ОМВД по Кировской области. Выяснилось, что ребенок находился в компании ровесников. Взрослых рядом не было. Тело подростка до сих пор не нашли. Всего этим летом в водоемах региона утонули 10 детей. В полиции напоминают, важно избегать купания в непредусмотренных для этого местах на диких пляжах в безлюдной местности. А также не оставлять детей без присмотра взрослых. Причинами гибели чаще всего является неумение или недостаточное умение детей плавать, отсутствие должного контроля со стороны взрослых лиц, а также купание в местах, не предназначенных для указанных целей. ОМВД России по Кировской области напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности и безопасности своих детей необходимо избегать купания в местах, не оборудованных для указанных целей. ОМВД России по Кировской области По всем вышеуказанным нарушениям закона органами прокуратуры принят комплекс мер прокурорского реагирования. Вмешательство органов прокуратуры способствовало восстановлению трудовых прав несовершеннолетних работников. Так, к примеру, вмешательство прокуратуры Ленинского района города Кирова способствовало выплате несовершеннолетнему работнику, который был трудоустроен в строительную организацию, заработной платы в размере 30 тысяч рублей. В этом году настоящий ажиотаж среди желающих стать депутатами. Так, на 450 мест в Государственную Думу претендует 6415 кандидатов, а это 14 человек на одно место. От федеральных коллег не отстают и кировские законотворцы. В областной парламент выдвинулись 485 кандидатов, то есть на один мандат претендует 12 человек. Высокий спрос на депутатские кресла. Некоторые эксперты объясняют изменениями в структуре ЗАГС Собрания. О чем идет речь, знает Ульяна Ездакова. Ульяна, расскажи, что поменялось. Кать, на самом деле все очень просто. Сейчас объясню. Сейчас в Законодательном собрании работают 54 депутата. Но, если ты помнишь, то недавно приняли закон о сокращении их количества. И получается, в новом созыве будет уже не 54, а 40 депутатов. Отсюда и такая высокая конкуренция. Но я еще слышала, что очень много молодых кандидатов в депутаты и преклонного возраста, так сказать. Все верно. Самый пожилой возраст это 82 года, а самый молодой кандидат ему всего 20 лет. И вот такое большое количество молодых кандидатов это есть хорошо. Так считает депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев. Он считает, что законодательному собранию нужна свежая кровь. Давай послушаем. И вот смотрю, общаясь там с молодыми ребятами, политиками, вижу, что потенциал у них есть. Они не зашорены, они бесстрашны, они не боятся некоторых вещей. И пусть приходят, набивают шишку, да, политика там. Вопрос, он непростой, но ничего сложнее нет, чем в любой другой конкуренции, в другой сфере, там, например, экономики или еще что-то. Ульяна, ну ты знаешь, я вот почитала соцсети, и там много достаточно комментариев про выборы. И вот в том числе есть мнение людей, что те, кто желает стать депутатами, они просто хотят поднять таким образом свой социальный или материальный статус. Я тоже об этом читала, и как раз именно с этой точкой зрения не согласен еще один мой сегодняшний спикер. Он, кстати, имеет непосредственное отношение к выборам на семи Назаров, зампредседателя по наблюдению за выборами от общественной палаты. И главный его аргумент, то, что депутаты зарплату свою не получают. Работают бесплатно не для себя, а для народа. Будущие законотворцы хотят изменить жизнь в Кирове к лучшему, уверен Назаров. Ведь проблем в городе много, большинство из них не решаются из года в год. Я это связываю только с желанием людей поработать, что-то изменить. Если посмотреть на текущий состав кандидатов в депутаты, там идет очень много представителей социального блока. Врачей, людей, которые ежедневно трудятся, не покладая рук, не побоюсь этого слова. И люди очень достойные. Врачи, преподаватели, общественники. Такой разнообразный состав. Да, состав действительно разнообразный. Но я тебя сейчас удивлю еще больше. То, что в Кирове такая большая конкуренция, это вообще ситуация для нашей страны уникальна. И так считает политолог Константин Калачев. Во многих регионах депутатов назначают губернаторы. Мнение жителей не учитывается. Поэтому возможность выбора и большое количество претендентов говорит о высокой лояльности власти по отношению к населению. А значит, демократии не на словах, а на деле. Там, где политическая жизнь не свободная, там, где конкурентной ситуации нет, там, соответственно, нет и очереди желающих. То есть можно говорить о том, что Кировская область в числе тех регионов, где выборы по-прежнему открытые, конкурентные, легитимные, транспарентные. Это большой плюс. Но на этом мы не заканчиваем. Я решила пойти дальше и узнать, какая ситуация с выборами в других городах и связалась с нашими коллегами из Ульяновска. Ну и что удалось узнать? Удалось узнать многое. В Ульяновске, знаешь, такая двоякая ситуация. С одной стороны, у них наблюдается беспрецедентный ажиотаж среди кандидатов в депутаты Госдумы. По последним данным, у них 24 претендента. А с другой, у них впереди выборы губернатора. И там ситуация прямо противоположная. Из восьми кандидатов, которые изначально заявляли, сейчас остались только четыре. И вот по опросу местного в ЦИОМ победит, скорее всего, тот, кто ближе к народу. Давай послушаем. Люди голосуют не за политическую силу, не за ее представителя, не за узнаваемый лозунг или логотип, а за человека, который готов погрузиться в проблемы региона, который знает о них и владеет актуальной повесткой, и готов общаться с населением. Ну и напоследок остается напомнить, что выборы в этом году, как федеральные, так и региональные, пройдут три дня. 17, 18 и 19 сентября. Спасибо, Ульяна, за материал. Спасибо. Будем наблюдать, какой выбор сделают и кировчане, и россияне. Уткин-парку «Быть» активисты получили разрешение от администрации на строительство зоны отдыха. Там установят хоккейную коробку, сделают аллею со скамейками, оборудуют спортивную площадку. Планами и эмоциями о проделанной и предстоящей работе активисты поделились с Еленой Шарыгиной. Мы проявили настойчивость, говорят инициаторы строительства Уткин-парка. Согласование они ждали полтора года. Один год и шесть месяцев ходили в администрацию, исправляли недоработки, заказывали экспертизы, собирали деньги. И не зря. Мэрия дала добро на благоустройство парка. Сейчас будем продолжать, но сейчас у нас есть на это законные основания. Если раньше мы делали это просто на свой страх и риск, то сейчас у нас есть официальное разрешение, и мы готовы стартовать. До осени мы уже планируем здесь сделать центральную аллею. Активисты уже начали благоустраивать территорию. Своими силами вырубили заросли, вывезли несколько камазов мусора, разровняли грунт, углубили реку. Местные организации все лето помогают косить траву. С миру по нитке, как говорится. На собранные деньги уже покупают оборудование. Уже установили детскую площадку, правда еще не доделали. В ближайшее время здесь появится покрытие из гальки. Также заказано оборудование для хоккейной коробки. Ее построят на пустыре за моей спиной, ориентировочно до начала зимы. Конкретных сроков, когда парк будет готов, активисты перед собой не ставят. Деньги собирают всем миром. Кто-то помогает стройматериалами, спецтехникой, рабочей силой и другим. Тысячи человек задействованы в процессе. Правда, нашлись и те, у кого есть сомнения относительно разрешения на строительство объекта. Уж очень быстро согласовали, говорит активист Михаил Микрюков. Предполагают, что проект есть, запятая, предполагают, что госэкспертиза пройдена, предполагают, что экологическая экспертиза пройдена, но есть сомнения в том, что так быстро такие экспертизы не получили. Это невозможно за два-три месяца это сделать. Тем более, это все очень дорого. Инициаторы парируют. Все необходимые экспертизы и согласования проведены. Территорию проверили орнитологи, экологи, геологи и все, чье согласие требовалось. И если очень захотеть, говорят активисты, можно и обойтись без баснословных сумм и воплотить любую идею в жизнь. Новоровского в Кирове построят новую школу с бассейном и фоком. На сайте госзакупок появился лот. Цена контракта более миллиарда рублей. Новая школа появится в юго-западном районе города. Это будет четырехэтажное здание, рассчитанное на полторы тысячи учеников. На улице Курской в Кирове построили 17-этажный дом для переселения граждан из аварийного жилья, рассказали в администрации города. Внутри продолжаются электромонтажные и сантехнические работы. Ведется черновая отделка. Всего будет сдано 196 квартир общей площадью более 8 тысяч квадратных метров. 48 из них предоставят детям-сиротам. Еще один дом для переселения граждан из аварийного жилья строят на улице Энтузиастов 52А. На сегодня здесь возведено 9 этажей. Ведется монтаж наружных сетей и системы отопления. Черновая отделка помещений. Все квартиры будут сданы в чистовой отделке. Здание оборудуют современными тепло- и электрооборудованием. Это позволит жильцам экономить, отметили в мэрии. Игры с риском для жизни. Некоторые детские площадки в Кирове находятся прямо над трубами с кипятком. А это запрещено. Сегодня представители теплоснабжающей компании проверили, где горки и карусели установили без разрешения. И объяснили, к чему это может привести. Ольга Мартынова продолжит тему. Обязательно забором пробегать. Обязательно. Игровая площадка во дворе дома номер 46 по Октябрьскому проспекту появилась еще в советские времена. Дети катаются с горки, качаются на качелях. И все это прямо над тепловыми сетями. В случае возникновения какого-то дефекта, то есть если будет выход теплоносителя на поверхность, человек может получить ожоги. Достаточно серьезные. То есть в зимний период температура теплоносителя может доходить до 130 градусов. По закону устанавливать детские площадки, гаражи, торговые точки и другие конструкции в пределах трех метров от теплотрассы запрещено. Несанкционированный объект должен ликвидировать собственник земельного участка. Сегодня управляющая компания получила претензию с указанием до 1 сентября устранить нарушения. Мы примем меры и перенесем детскую площадку в горку, данный спортивный комплекс, скамейку, так как они находятся в охранной зоне. А вот во дворе дома номер 96 по улице Советской теплотрасса находится в центре детской площадки. И здесь выход только один – сносить игровой комплекс. Территория принадлежит собственнику многоквартирного дома. Указанная площадка была построена уже после строительства дома, технологического присоединения. То есть сначала была проложена теплотрасса, потом, я полагаю, что без согласования с ресурсно-набжающей организацией была указанная площадка построена. Собственник земли не получил у владельцев инженерных сетей обязательное разрешение на строительство детской площадки. А это нарушение. В итоге он обязан демонтировать или перенести объект. Вятка, конечно, не манмарт, но художников будет не меньше. Масштабный арт-проект «Воснецовский август» открылся сегодня и объединил художников со всей России. Об этом и не только расскажу через несколько минут. Не переключайтесь. Это «Давичий» мы продолжаем. В Кирове открылся масштабный арт-проект «Воснецовский август». Это продолжение всероссийского воснецовского пленера. Художники со всей страны в течение двух недель будут работать на улицах города и его живописных окрестностях. Своими планами они поделились с нашим корреспондентом Ольгой Мартыновой. Совершенно уникальная природа, удивительные люди и живая Россия. Василий Куракса на Воснецовском пленере уже во второй раз. Приехал из Подмосковья. Бескрайние поля, бездонное небо, сказочные леса авиатской земли как магнит притягивают художника. Когда рассказываешь или спрашиваешь что-то, например, мои учителя, братья Ткачевы, они тоже, ух, это Вятка же, Вятка, ты что, это же Вятка, там такая красота. Едь обязательно, пиши, работай. Сегодня, в день рождения Аполлинария Воснецова, уже в 16-й раз стартовал знаменитый на всю страну пленер. Творческий арт-проект в этот раз удалось реализовать благодаря гранту в рамках федеральной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура». Приезд на любой пленер, тем более на такой замечательный Воснецовский, это для художника праздник, потому что здесь встречаются различные художники, происходит такой как бы симпозиум. Все работают с натуры, смотрят работы друг друга, что возникает некое такое соревнование между художниками. Художники вдохновляются. В течение двух недель мастера изобразительного искусства будут погружаться в атмосферу города и его окрестностей. Со вдохновением художники поедут и на малую родину братьев Воснецовых, в село Рябово. В конце пленера художники знают об этом лучше свои произведения. Они дарят в коллекцию нашего художественного музея. Мы потом их показываем. Это работа, которая остается на века. Наши дети, наши правнуки, внуки, они увидят эти произведения. Уже 19 августа в Ярском художественном музее откроется выставка созданных произведений. Гости увидят городские улочки и красивейшие воснецовские места на полотнах художников. Ольга Мартынова, Александр Нестеров, Бюро новостей, Давича. В знак благодарности и уважения за спасение тысяч жизней в Кирове планируют установить памятник врачам, которые боролись с коронавирусом и продолжают это делать каждый день. Проект пока лишь на бумаге, а его создание инициировали представители среднего и малого бизнеса. Их именно не разглашают. Что это будет за монумент и где он может появиться, расскажет Зоя Попцова. Согласно проекту, памятник врачам будет в виде креста с красным сердцем внутри. Установить его должны в конце сентября. А вот где именно, пока неизвестно. Мы сегодня спасили у кировчан. А где бы они хотели видеть этот памятник? Я за. У меня дочь, врач, которая борется с ковидом. Я очень хочу, чтобы был такой памятник. Он должен быть на территории бывшего больничного городка. В годы войны там располагался военный госпиталь. И, в принципе, терроризм врачей, что в годы войны, что сейчас, сопоставим. Может, на набережной где-то. Там довольно красиво, так что смотрелось бы неплохо. Вот здесь считаю, что на Спасской улице. У нас мест много пустых, можно хоть где стоить. Где-то вот здесь. И гости будут видеть, во-первых. Гости везде, везде здесь. И будут ваших, врачей знать. В районной больнице, наверное. Где-нибудь около ЦУМа. Это должен быть какой-то сквер. Чтобы могли люди не только приходить, помнить об этом, но и также, может быть, кто-то пожелает возложить цветочки. Кстати, памятники, которые посвящены медицине и врачам, уже есть в нашем городе. В 2016 году на территории Кировского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии появилась скульптура доктора Айболита. На столе, да, пациенты сами придумают, что нужно сделать. В память о медсестрах, которые спасали жизнь солдат в Первую мировую войну, в сквере рядом со зданием гириатрического центра, что на Карла Маркса, тоже установили монумент. Памятники врачам-героям есть и в других регионах России и даже за рубежом. Например, в Латвии установлен 6-метровый монумент. В Махачкале – вот такой, в виде уставшего медика в защитном костюме. В Надыме, а это Ямало-Ненецкий округ, вот такой, в виде ладоней, который держит сердце. В Челябинске врач разрывает кольцо, символизирующее коронавирус. А в центре Санкт-Петербурга появился печальный ангел в память о тех врачах, которые до последнего сражались с коронавирусом. Зоя Попцова, Владислав Можейко, Бюро новостей Давича. Как начать дело с ноля и грамотно вести бизнес? Этому и многому другому научатся представительницы прекрасного пола. В Кирове сегодня стартовал предпринимательский проект для женщин «Я сама» на базе центра «Мой бизнес». До конца лета участницы пройдут курс обучения, а по итогам защитят собственные бизнес-планы. С подробностями Елена Шарыгина. Успешно стартовать или прокачать свои навыки. У каждой участницы проекта «Я сама» своя цель. Например, Екатерина Аксенова занимается косметологией. И чтобы организовать свой бизнес честно и по закону, она пришла на проект. Я имею свой небольшой кабинет и хочу расширяться. И все это расширение сделать правильно, законно и при соблюдении всех налогов. Жду дополнительной информации для своего же развития. Может быть, какого-то волшебного пинка. Екатерина Наймушина тоже уже успешный предприниматель. У них с мужем банный бизнес. А на проект она пришла, чтобы зарядиться на новое свершение и обзавестись новыми знакомствами для совместных проектов. Очень сложно в наше время, так скажем, начать. Да, и очень здорово, когда есть люди, которые тебя поддерживают, помогают с тобой на одной волне. И это дает дополнительный такой рывок, катализатор для твоего развития, для твоих решений. Обучающая программа «Я сама» проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Кирове уже в четвертый раз. Девушкам-участницам показывают бизнес на примере действующих предприятий. Запланирован целый блок лекций по юридическим, налоговым и трудовым вопросам. Участницы получают знания, как вести бизнес, сочетать их с самой главной женской функцией материнства, семьи, получают знания по налоговому законодательству, по маркетингу, находят новые контакты, новые рынки сбыта. Мы рассказываем на проектах о мерах поддержки. В этом году на курс записались 94 девушки. Они будут заниматься в центре «Мой бизнес» до конца августа. По итогу, каждая из них защитит свой собственный бизнес-проект. Лучшие участницы получат сопровождение и поддержку центра «Мой бизнес» на реализацию своих идей. Елена Шарыгина, Сергей Лошкарев, Бюро новостей «Давича». Следить за новостями города и области можно также в наших социальных сетях, а также вы можете присылать свои видео и новости по номеру телефона, который видите на экране. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а в 8.30 выпуск программы Тургенев ТВ. У меня на этом все. В студии работала Екатерина Зубарева. Всего доброго и до свидания.